В одной руке телефон, в другой саксофон. Игорь Бутман не только известный музыкант, но и основатель и президент джазового фестиваля. Вы же видите, вот еще ничего, я стою с вами, а уже идет такая атмосфера, уже люди пришли, многие просятся уже прийти на парад сыграть. Мне кажется, для гостей и жителей Сочи это тоже такой праздник, неформальный очень, поэтому мы специально делаем такие вот парады. Парад с участием известных исполнителей. Сочи уже не привыкать видеть такие шествия и музыкальные события. На параде нации с коровыми коллективами сегодня вот так поджаз, а уже завтра будет фестиваль Юрия Башмета, а еще через неделю, через две у нас будет новая волна. Она все делает для того, чтобы фестивали оставались в городе Сочи, чтобы и жители города Сочи, и наши гости могли насладиться этим искусством. Не только слушать, но и танцуя подпевать. То, что на фестивале классической музыки выглядело бы странно, здесь только приветствуется. Ирина Шевченко с семьей приехала из Киева. На акваджазе впервые, но сама идея нравится. Ну, очень нравится. Вообще, я очень люблю джаз, очень люблю джазовые фестивали, особенно на море. Вот джаз «Коктебель» очень знаменитый фестиваль. Потрясающе. Просто здорово, что начали с парада, что встретили. Ну, так очень тепло принимают. Ну, это здорово. Море всегда располагает. Основные концерты пройдут в Зимнем театре и в зале фестивальной. Там выступят Соми, Вадим Эйлин, Крик, Ришар Бана, Московский джазовый оркестр и еще десятки блестящих музыкантов. Многих можно будет услышать и видеть на открытых выступлениях. Концерт в честь открытия фестиваля на площади «Лайфсайт» первый, но не последний. Вход на него свободный. И таких выступлений в ходе фестиваля, а он продлится по 7 августа, будет несколько. Татьяна Говоркова, телекомпания «ФКТ». Татьяна Говоркова.